Вот мы перешли границу. Оттуда вот откуда идут люди, отойдут люди из Украины. А вот здесь, на ту сторону идут, чтобы перейти в Украину. А в конце этой улицы, там стоят маршрутки, которые везут вторая мышь на вокзал. Дошли с границы. Идем, посмотрите, у нас автобусная остановка. Только вопрос, где автобус? Ни дороги, ничего. Здесь пешая тропа и автобус. Можно будет его, наверное, до конца жизни ждать. И вот мы сидим уже в польской маршрутке, которая завезет нас на вокзал. Женщины стоят, торгуют алкоголем. Веземе вторая мышь. Веземе вторая мышь. ... ... вот мы вышли из маршрутки это около вокзала тут выход на пероны вот это перемешли улочки около вокзала довольно старый город посмотрите несколько мгновений чтобы иметь представление какой это городок сегодня солнечный но очень ветреный день и потому кажется еще холоднее город приятный приграничный и 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 мы находимся в Тамбуре здесь дверь автоматически если хочешь выйти на перрон надо нажимать вот здесь на зеленую кнопку Какие чистенькие туалеты, но не всегда они чистые, конечно. Как попадешь, бывают такие, что вода в туалете просто горячая. В этом холодное. Но в сумме неплохо. Это купе второго класса на шесть человек. Здесь опускается штора. Здесь высветывается информация. Должна сказать, что купе довольно удобное. Вот такая палочка. Здесь розетка. Можно подключить компьютер. Сверху зеркало и место на багаж. Сверху зеркало и место на багажа. Вот мы выезжаем из Кракова. Стояли довольно долго, потому что обычно в Кракове меняют паровоз, наверное, локомотив. И поэтому, правда, мы стоим в Кракове минут двадцать. Конечно, сейчас города не будет видно. Только какая-то трасса. Но сейчас, могу сказать, поезда ездят намного быстрее, чем это было еще пару лет назад. Хотя ремонтные дороги тут еще проходят. Но поезда уже едут намного-намного быстрее. Сегодня снимаю для вас видео о путешествии на трассе в Ротславо-Пареншин. Так что, кого интересует, оставайтесь. Я немножко расскажу о правилах железной дороги. Так что вперед вместе с нами. Добрый путь. Если кто-то будет путешествовать, то на поезда линии Интерсити есть скидки, если вы купите билет заранее. Скидки есть в размере 30, 20 и 10%. Это зависит от того, насколько раньше вы будете покупать билет. Я уже точно не помню, в каких промежутках времени нужно покупать билет. Но уже можно покупать месяц за месяц. И это тогда максимальная скидка 30%. Но не помню, до скольки. Кажется, принятели... И надо посмотреть на сайте железной дороги и уточнить, потому что иногда они это меняют. Но если покупать заранее, то скидки есть. И билет будет намного дешевле. Если едет ребенок, у которого есть ученический билет, у него скидка 37%. Но это ученический билет, конечно же, польский. У него скидка 37%. И если покупаете билет заранее, то ребенку тоже доплюсовывают скидку 10, 20 или 30%. То есть, если покупать с максимальной скидкой, то ребенок может ехать с 67% скидкой. Дальше. Если с таким ребенком путешествует взрослый человек, опекун, родитель, то ему тоже предоставляют скидку в размере 30%. Это вне зависимости от того, когда был куплен билет. Даже 10 минут перед отъездом поезд. Если взрослый человек сопровождает ребенка, у которого ученический билет, он получает скидку 30%. Но для взрослого уже нету дополнительной скидки за заранее закупленный билет. Еще несколько лет назад было такое, а в настоящее время уже для взрослых такие скидки не актуальны. Субтитры создавал DimaTorzok